Ух, красота-то какая! Лепота! Здрасте, пожалуйста! Я его по всему дому еще, он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то? Да на кого ж ты похож, а? Шоу вежливых людей 17 часов и 6 минут на студийных часах, радио «Маяк» в Пскове. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья! Всем передаем привет спешащим на автомобилях домой поскорее и маневрируя, объезжая вновь возникшие ямы на наших псковских улицах. С вами ведущий Дин Добрюшут и Валерий Гусев. Всем добрый вечер! Ну, я за пешеходов, как всегда, отвечаю и желаю всем удачи не пройти мимо машины, которая вас окатит. К счастью, кстати, вот мы тут до эфира обсуждали о качестве дорог. На самом деле, всё не так плохо. Раньше было ям больше, даже на тротуарах. Это в каком веке, простите меня? Слушай, даже ещё пару лет назад их было больше. Вот я тебе точно говорю. Ну, ты ходишь по отреставрированной улице Юбилейной, поэтому я с тобой вынужден согласиться. Ну, а ремонт, к сожалению, не до каждого двора, не до каждой улицы пока дошёл. Будем надеяться на лучшее. Сегодня мы поговорим, в том числе, и о комфортной городской среде, об архитектуре городской. И для этого мы пригласили в нашу студию двух специалистов. Одного члена архитектурного совета, другого члена градостроительного совета. Добро пожаловать! Мы говорим нашему гостю Игорю Лагунину. Игорь Иванович, здравствуйте! Добрый день! Добрый вечер! Архитектор, реставратор и архитектор-дизайнер Сергей Станкевич. Сергей, приветствуем! Добрый вечер! Ты у нас автомобилист. Как тебе псковские дороги весной? Дороги... Есть! Есть! Дороги есть. На самом деле, я вот не успел рассказать. Ехал на эфир и проехал ваш поворот, доехал до самой ленты, потому что пытался выявить какую-то зависимость выбоин на дороге. Ну, я думал, может быть, они по какой-то одной стороне, например, их больше, может быть, нет. То есть, какое-то полотно это лоскутное пытался для себя нарисовать, задумался, уехал мимо, чуть не опоздал на эфир. Ты очень сильно задумался, может, ты знаешь, как знаки НЛО, там, какие-то выбоины в форме чего-то, может, это тайные знаки в космос. Но дороги есть. Да, это тоже неплохо. Но на самом деле... Ну, главное, что они есть, не только направление, но и дороги. На самом деле, у нас, кроме дорог статичных, есть еще одна очень острая тема для обсуждения, это мосты. Да. Говорят, что в 2022 году Ольгинский мост капитально отремонтируют, а кто-то даже говорит, отреконструируют, или даже говорят, что вообще снесут старый, нынешний, то есть и построят новый. Так вот, говорят, что есть несколько вариантов дизайна. Мы хотим сегодня начать большое обсуждение этой большой темы, и поэтому вот и пригласили двух специалистов к нам в студию. У вас, уважаемые гости, мы просим звонить по телевизору... Костя. Костя радиоэфира. Да, радиослушатели, звоните 62-80-30, есть у нас и WhatsApp номер, плюс 7900 ровно, 993-0105, ваше мнение высказываете. Каким должен быть новый Ольгинский мост, есть голосование и ВКонтакте в нашей группе «Радио Маяк». Пожалуйста, принимайте участие. Ну что, начнем. Тебя беспокоит судьба Ольгинского моста, Валера? Да, меня беспокоит, действительно, я считаю, что это одна из визитных карточек, неотъемлемая часть вот этого старого города, центра города. Каким быть Ольгинскому мосту, этот вопрос беспокоит, ну, не только меня. Ты прям такой, слушай, эстет, а вот я как-то больше, наверное, приближена к жизни, я понимаю, что если с мостом будут что-то делать, значит, весь город будет стоять в каких-то невероятных пробках, и добраться до центра мне будет еще сложнее. У тебя там рядом другой мост хотя бы есть? Ну, там плохие тротуары узкие. Надо спросить у гостей. Да. Что нас ждет, Игорь Иванович? Какие ходят, может быть, слухи, какие есть источники достоверные, что они говорят, когда все эти изменения затронут обычных горожан? То есть сейчас ведется работа над проектом. Об этом пишут в СМИ. Когда проекты мы увидим? Говорят, в конце этого года, в ноябре. Ну, я неполномочен совершенно обсуждать этот вопрос, поскольку он мельком видел только... Ну, вы хоть мельком видели, а мы тросы, как микрооглазы. Которые авторы еще не предлагают для обсуждения. И в этом плане я могу только передать озабоченность моих собратьев по архитектурному совету и по союзу архитекторов, которые хотели бы знать побольше об этом серьезном проекте, принять в нем обсуждение в этом решении. То есть, ну, как-то помочь, содействовать и быть в курсе этих проблем. Потому что это очень важный вопрос, конечно. Это... Тут не только две проблемы. Одна, как бы, историческая, другая, чисто бытовая, техническая. Но есть и другие проблемы архитектурные, инженерные, например. Наш предыдущий мост, он же уже стоит на подпорках. То есть, вы видите, даже бывают ошибки инженеров. И такой ответственный проект должен, конечно, пройти обсуждение. Прежде всего, обсуждение у специалистов. А потом, может быть, и общественное обсуждение? Ну, в идеале. Да, но на общественность надо выносить уже какие-то зрелые, чтобы не создавать какой-то просто шум по поводу, а уже какие-то решения на обсуждение выносить. Мне интересно спросить у Сергея, как он видит Ольгинский мост. Сергей, что для тебя главнее? Красота, историчность или функциональность? Может, там нужно больше полос? Может быть, он должен быть хорошо сконструирован? Двухуровневым? И вообще плевать, да, как он выглядит. Главное, чтобы он был практичный. Слушайте, ну, я думаю, это такие вещи, которые здесь не нужно делать выбор. Понятно, что современный ритм жизни, он задает определенные какие-то, да, необходимости. Но для этого существуют архитекторы, реставраторы, конструкторы, которые должны одни удовлетворить технически, да, каким-то условиям, а другие сделать из этого эстетически понятную, там, какую-то, да, приемлемую, ну, в данном случае, конструкцию. Поэтому это такая обоюдная вещь. Сейчас Игорь Иванович полностью согласен. И в плане озабоченности вопроса для меня, например, я не могу сказать, каким я его вижу, ну, потому что я не автор этого проекта и, в общем-то, не задумывался, да, там глубоко. Больше волнует некое такое очленение, скажем так, моста от города, от ближайшего, как минимум, окружения, да, потому что вот у нас уже стал вопрос, да, на последнем там научно-методическом совете обсуждался вопрос переноса анастасической часовни, да. И как выяснилось тогда же, да, что много вопросов, о переносе, они напрямую, естественно, связаны с тем, какой будет мост. А моста еще нет. То есть нет ни моста, ни проекта. И все стопорится просто. Да, но есть же еще огромное количество других разных и памятников, да, в окружении и в визуальном окружении, и в окружении, которые технически действительно могут затрагивать. Поэтому все-таки, ну, такой объект, на мой взгляд, нужно проектировать совместно с, там, большим-большим кластером. Пусть это будет перспективное развитие, на план перспективного развития территории, ну, в любом случае, должен быть, вот, наверное, так. Ну, и я, наверное, еще могу про визуальность сказать, что не про то, как я увижу, а про то, как я мыслю. На мой взгляд, я все-таки против неких, ну, таких, знаете, визуальных подделок, что ли. Я считаю, что... Стилизации? Ну, такая, да. На мой взгляд, все-таки, либо это должна быть какая-то реставрация, либо это должно быть что-то новое, современное. Ну, то, что сегодня будет новым, а, там, через 200 лет тоже будет таким же классным, крутым, и наши потомки захотят это реставрировать, да. Потому что это такая непонятная стилизация, она, на мой взгляд, ну, какая-то неуместная. А, кстати, вот сейчас, наверное, гости меня должны поправить. Я ошибусь, если скажу, что, по-моему, предыдущий мост очень хорошие отзывы имеет, который вот такой красивый, вот. Это предыдущий же, да? Да, у него такая металлическая фирма в виде арки была до 72-го года. Вот многие говорят о том, что он такой красивый и замечательный. Ещё в прошлом году, когда мы много говорили о мосте пешеходном на слиянии рек Великой Псковы, и как-то вот вообще о дизайне мостов говорили, говорилось о том, что хотелось бы и Ольгинский тоже каким-то сделать более воздушным, более красивым, как идея. Я более того скажу, что наши радиослушатели, более 50%, тоже голосуют за варианты ответа. Верните нам арочный мост, который был до нынешнего, да? Вот. Игорь Иванович прокомментирует, да. Можно мне тоже свою лепту внести? Вот. Я хочу поддержать мысль Сергея о том, что, конечно, этот мост – это не просто техническое сооружение в центре города, пусть даже в центре города. Но этот мост – это большая проблема всего города, Пскова, если хотите, его будущего. Потому что сначала нужно понять, каким мы хотим видеть Псков будущего. Мы много говорим о том, что это туристический центр, что это вообще Мекка для туристов. Ну, по-моему, недостаточно делаем для этого. Действительно, стилизация – это такой путь скользкий. Но не случайно народ хочет вернуть старый мост, потому что они понимают, что этот мост украшал город. И он действительно был модерновым для своего времени. Он не был таким, как бы, подражательным под старину, в нём нет даже мотивов никаких от старинного Пскова. Он был чисто модернистское современное сооружение. Но с каким вкусом подошли к нему? Во-первых, это художники участвовали. Какие художники? Вот мы сейчас говорим о часовне, обсуждаем её судьбу дальнейшую. Ведь наши ближайшие коллеги, я позволю себе так сказать, спасли часовню в своё время при строительстве нынешнего моста. Они поднялись и добились, что тогда мостовые краны были, и можно было снять эту часовню с мостовой насыпи и поставить вниз. Но эта часовня, которая сооружалась выдающимся архитектором Алексеем Васильевичем Щусевым, расписывалась художником и деятелем мирового значения Николаем Константиновичем Рейлихом, она создавалась как важная городостроительная такая жемчужина центра города в увязке с этим мостом, с видом на Кремль. То есть мы потеряли, прежде всего, важный городостроительный акцент. Мы не только мост потеряли, мы потеряли вот целую картинку исторического центра города. Понимаете? И сейчас возникает возможность, ну, хотя бы такая призрачная, вернуть хотя бы часть вот этих утраченных ценностей. Мы вернёмся к ценностям. Или сделать новое. Но этот вопрос не рассматривался даже. Нет, она может в часовне жить и с каким-то современным мостом, сооружением. Но это должно быть единое художественное целое. Нам звонят радиослушатели, поэтому давайте послушаем их мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сергей меня зовут. Ребята, рад вас слышать. Ага, Сергей, каким бы вы хотели видеть Ольгинский мост после реконструкции? Расскажите. Честно скажу, вот мне вот тот предыдущий мост, который был красивый, да, он мне нравится, в принципе, если бы в таком же стиле был бы мост, было бы нормально. Ну, вообще отлично. И у меня такой вот вопрос, вот такой, со стороны пешеходов, со стороны автомобилистов, как бы, мост будет реконструироваться, либо там реставрироваться, всё равно же будет движение перекрыто. Так, может быть, под это дело ещё и подземный переход на площадь Ленина построят? Всё равно же будет неудобно, что будет мост делаться, там материал подвозится, дорогу перекроют, а тут ещё раз и переход есть. Понимаете, вот такое дело. Спасибо вам за инициативу, за предложение. Да, предложение обсуждаемое уже давно. Да, Сергей. Про переход я даже могу сказать, что мы занимались этим вопросом, когда я работал в Генеральной дирекции Псков-реконструкции. Эта идея была у нас в большой программе по возрождению исторических мест Псковского края. Мы просто столкнулись с очень большими затратами на археологию, там до 9 метров, может быть, культурного слоя, а это центр города, это кроме затрат материальных, надо перекрыть траншеи в движении, то есть это организовывать, это связано с техническими большими вопросами. А в целом я даже думаю о том, что это моя голубая мечта, что у нас пропадает совершенно и площадь главная, которая не для людей, она для транспорта. Ну, как развязка получается. Она просто развязка. Вот транспорт загнать под землю, не пешеходов под землю загнать, а транспорт загнать под землю, а людям дать наш город, чтобы они спокойно гуляли. А не делать такую урбанистику, как сейчас на Запскове, когда вообще какая-то фантасмагория. Вы имеете в виду, где много многоэтажных домов? Нет, где много. Сейчас на ближнем Запскове сделали такую урбанистическую развязку, которую, ну, хорошо где-то за городом делать, но не в центре исторического города. Что мы, куда мы теперь туристов-то пустим, им не пройти, нам не пройти там безболезненно. Вы имеете в виду сквер народовластия, где колокол? Ну, а это вообще позор. Это не народовластия, это гибель народовластия. Там же разбитый вечевой колокол, который примерно в этом же месте был, когда он был снят и разбит, и увезен, бог знает куда. Вообще что-то такое происходит не очень. Этот сквер слышал, в народе называют сквер этих фонарей, потому что фонари больше, чем деревьев там. Ну, зато хотя бы там светло в городе, хотя бы где-то. Ну, фонари не главная проблема. Сергей, у тебя есть мечта, связанная с центром города, как он должен преобразиться когда-нибудь? Да. Тоже загнать транспорт в подземлю? На самом деле, как бы это может быть фантастично для Пскова, и совершенно реально, в общем-то, в мировой практике не звучало. Мы абсолютно согласны с мнением, нас не показывают по телевизору, но мы можем озвучить. Я, Игорь Иванович, руку пожму. Спасибо. Да, потому что полностью присоединяюсь к такому мнению, подземлю, ну, таким жаргонным словом, загнать нужно действительно не людей, а автомобили. Это было бы действительно прекрасно, и, наверное, на сегодняшний день это единственное, на мой взгляд, вообще возможное какое-то решение этой задачи в центре города. Площади у нас действительно нет, вы знаете, мы как-то уже общались на тему, например, новогоднего украшения города, да, и когда концепция украшения города прорабатывалась, первое, с чем столкнулись, ну, где елка, где-то там место в городе, опять-таки, да, где к елке можно подходить не только в те дни, когда перекрыты дороги. Поэтому в моей картинке мира город – это абсолютно пешеходная история, и, конечно, было бы здорово, если бы еще и Октябрьский проспект у нас был пешеходный, ходил бы какой-нибудь, наверное, уже к тому времени какой-нибудь трамвайчик, который чуть-чуть по воздуху уже передвигался, да, по центру, и все, да, такой-то такой. Воздуху нельзя, памятники будет закрывать. Ой, вы знаете, я всегда разговариваю на эту тему, хочу спросить вот у гостей, у экспертов, почему мы не можем сделать так, как в Великом Новгороде? Вот в Великом Новгороде взяли и сделали пешеходный центр, и мост там только пешеходный, и все там как будто бы хорошо. Знаете, я должен вас огорчить, может быть, Новгород, конечно, неплохо сделан с точки зрения пешеходных связей, но послевоенный период он превращен в чисто такой советский город, и утрачены многие исторические застройки, связи, хотя они там есть, еще присутствуют, но они уже совершенно не работают вместе с памятниками. Псков в этом смысле обладает уникальной, и это вот слово затасканное, но оно подходит сюда, уникальным еще содружеством, средовым, вот, ландшафтным, историческим содружеством, и мы это стремительно теряем. Вот, вот об этом надо думать, но это большой, серьезный вопрос, это нужна опять программа большая, единая, целостная, с участием всех специалистов, организаций и так далее, и так далее, и так далее. Только так можно решить эту проблему. Локальным способом, нерешимым, ни благоустройства, ничего, а мы просто город, ну, превратим в поселок городского типа. Ну, а вот множество программ туристических, например, реконструкции, они как-то помогают ситуации изменить к лучшему? А вы знаете, даже программа-то нет, последнюю программу по туризму мы разрабатывали, она включала и гостиничные комплексы, питание там, потоки, транспорт, все-все-все-все-все, и включала строительство всех предприятий для обслуживания. А сейчас это концепция, это больше, как бы, так сказать, по поверхности, это практически надо же что-то делать для туризма, это дорогостоящая история. Есть такая, была такая байка, но не знаю, насколько она верна, что итальянцы предлагали взять Псков и превратить в туристический центр, ну, так, чтобы им отдали город целиком, ну, исторический центр. Звучит жутковато. И чтобы они могли комплексно там работать. Нет, это не жутковато, это на самом деле они... Накопать каналов, пустить по ним гондолы. Ну, не думай, итальянцы пока в культурном плане, это еще одна из центральных стран, и в реставрации это учителя наши, там даже не одна школа реставрационная. Ну, видите, даже не зря итальянцы говорят, отдайте нам весь город, потому что все-таки должен быть генеральный план развития города, а не заплатками решения задач, когда мы вот как сталкивались сейчас и про мост, и, да, ну, и про все остальное, о чем мы уже говорили, и мы неоднократно говорили. Ну, вот война Великой Отечественной вмешалась, конечно, и после нее центр города был разрушен сильно. Если мы посмотрим на дореволюционные фотографии, да, мы и дореволюционные в том числе, мы увидим, что в центре города вот эта торговая площадь, так называемая, более-менее была обустроена, да, там находились красивые здания, в том числе городской думы, да, торговые ряды. И если нам взять и попробовать, ну, вернуть прошлое, возродить вот эти здания по фотографиям, по эскизам, может быть, по чертежам, возможно, такой исход? Или все-таки что-то будет новое совсем совершенно на площади? — Дважды нельзя войти в одну реку, конечно. Юрий Павлович Спигальский видел, смотрел на это все, вот, послевоенное, как ни странно, состояние города оптимистично. Он видел, что можно для древнего именно города, то есть древнего, до XVIII века, создать такую ситуацию, когда вот древность Пскова можно было поддержать компенсационными застройками и так далее, и так далее. Это был, ну, достаточно реалистичный проект. Восстановить... Дело в том, что застройки XVIII-XIX века, они, конечно, в какой-то мере противоречили иногда, искажали древние ценности. Вот. И они только вот в таком естественном содружестве превратились действительно в чудесный город европейского типа дореволюционно, когда вот это все древность и XVIII-XIX век прекрасно уживались. Но это вот качество возродить, ну, это просто трудно себе представить такое решение. Но то, что нужны компенсационные решения, это очевидно. Начиная с той же площади, ансамбль, который мы утратили, у нас же фантастически интересная была площадь. Фантастически для мероприятий. Сейчас на ней неудобно даже мероприятия проводить, демонстрации неудобно. А тогда там парады устраивались, и были точки, с которых можно было все это наблюдать. Это не мешало народу, площадь была просторная. Ее в послевоенный период, к сожалению, вот единственное, что тот самый центр был нарушен, вот, ее постарались переделать, чтобы закрыть панораму на Кремль, на Троицкий собор, конечно, прежде всего. Измените направление центральной оси путем строительства здания педагогического тогда института, который до сих пор вызывает ложное чувство, что каждый приезжий спрашивает, это ваше главное административное здание. Такого не должно быть. Здание должно говорить само за себя, что это за здание. Вот, поэтому есть проблема. Слушайте, вот некоторые считают, что у нас в центре города есть два камня преткновения. Это памятник Ленину и кинотеатр «Октябрь». Вот, Сергей, тебе мешает смотреть на исторический Псков, Ленин и «Октябрь»? Как бы тебе так ответить? Чтобы никого не обидеть. Да нет, наверное, тот, кому стоит обидеться, может быть, и пусть обидится, это тоже не так и страшно. Мне не мешает созерцать окружающую эстетику ничего, с одной стороны, да, но Ленин и «Октябрь» мне лично мешают. Ну, мешает, давай так, мешает не танцевать, а, наверное, я понимаю, как было бы иначе, и думаю, что есть, как мы, просто как взрослые люди, например, да, говорим о том, что, ну, мы там все совершаем ошибки, их иногда нужно признавать просто, и в этом нет ничего страшного. Признать и исправить ошибку намного, мне кажется, веселее там, чем жить с ней, дальше продолжать. Ну, есть какая-то была ошибка какая-то, или, точнее, скажем так, может быть, всего есть какое-то объяснение, да, на каком-то этапе нужно было построить «Октябрь», и у кого-то есть на это объяснение. Сегодня он, скорее, не нужен, там, с любой точки зрения, наверное, и город мог бы быть прекрасен без него. Почему бы эту ошибку там не устранить? То есть я более, так, знаешь, не… у меня нет в моей парадигме решения просто задач, в том числе градостроительных, нет, нет такой задачи, как найти крайнего, или там, да, кого-то повесить на либе, мне вообще все равно, на самом деле, кто крайний. Вопрос просто как, ну, как быть лучше. Вопрос вкуса тут же еще, конечно. Ломать не строить еще. Вкус, он у всех разный, чаще всего ничего с прекрасным общего не имеет, поэтому вот этот вопрос к профессионалам, да, и опять-таки вопрос, ну, общей градостроительной политики. Ну, у нас же были даже проекты, почему дальше проектов дело не пошло, да, были представлены проекты, может быть, даже какой-то из них победил в конкурсе реконструкции Площади Ленина. Ну, эти проекты, они, к сожалению, в глубину не задевали проблему, они ее не решали просто. Поставить Дамонта вместо памятника Ленину – это что в лоб, что по лбу. Тут нужны более серьезные. Что касается кинотеатра «Октябрь», было у нас предложение в свое время, это в связи с большими планами музификации, в свое время был музейный бум, и мы даже разрабатывали серьезные проблемы, но это было связано с территориальным таким планированием музейных объектов – Кремль. Вот, на месте кинотеатра «Октябрь», мы, зная всю эту печальную историю с его строительством, предлагали обратный объем, то есть не здание, а яму, и в нем организация инфраструктуры для обслуживания Кремля. Вот, потому что Кремль сейчас, к нему не подойти, не подъехать, и туристам там негде вздохнуть, и нет у них инфраструктурной территории, которая бы могла позволить их обслужить. Вот, и это место как раз очень нужно для этих целей. Вот, ну, к сожалению, сейчас вот тоже есть собственность, есть здание, ну, цену имеет, вот его приспосабливают, ищут, под что приспособить. Нужна большая смелость, чтобы решить подобный вопрос, конечно, и только большие комплексные проекты позволяют такие вещи сделать. Ну, тут дело еще, конечно, все равно не только в смелости, но и когда даже просто возникает идея на любом уровне, вот мы с вами сейчас сидим тут разговариваем, кто-то нас слушает, и я думаю, мы должны икать, потому что всегда у людей есть относительно сохранения чего бы то ни было, много привычек, предрассудков, и вообще зачем что-то ломать, вы попробуйте построить. Вот раз стоит там Ленин, стоит там Октябрь, все это уже история, мы с ней живем дальше, и неважно, что, где загораживает, раз есть, значит, должно быть. Не вы его ставили, не вам и сносить. Собственно, да, у нас совсем такая история. Наши радиослушатели присоединяются к обсуждению нашей темы о Троицком, о Троицком пока не говорили, о Больгинском мосте. Вот Катя пишет, вообще все равно, какой мост, главное, без ямы колейности, и хотелось бы, чтобы асфальт не уходил вместе со снегом. Спасибо, Катя, за ваше мнение. Собственно, нигде в городе. Да. А Ирина вторит ей, а все закончится тем, что создадут не мост, а очередной транспортный коллапс на пару лет, раз употреблено слово такого масштаба, аж целая реконструкция. Ну, давайте мы сейчас расскажем нашим радиослушателям, что говорят чиновники вообще, что нас ожидает. Вот по ширине Ольгинский мост останется прежним, говорит Александр Градский. И что он будет расширен. Заместитель начальника управления городского хозяйства. Старые дополнительные опоры под водой исчезнут в новом мосту, плиты все будут поминены, старые несущие колонны останутся, их укрепят. Изменится внешний вид моста, добавятся смотровые площадки, велодорожки. Для пешеходов и велосипедистов будет построен временный пешеходный мост на время реконструкции, говорит Александр Градский. Опять же, проект прорабатывает сооружение такого моста от профсоюзной улицы в сторону улицы Розыр-Кусимбург. Ну вот, вы говорите, Игорь Иванович, по ширине будет больше полос. Ну, то, что нам говорили, что он будет расширен, и больше полосность будет. Ну, в этом есть, конечно, смысл, только нас волнует, каким образом это будет вторгаться в историческую ткань. И с одной стороны, где крепость, и с другой стороны, где тоже церковь, Успение Спаромения. Все эти тонкие материи, их нельзя тоже нарушать произвольно. То есть, надо, чтобы это все гармонично было. Да, может быть, правда, двухуровневый мост. Вот тот транспорт, который по нижнему уровню идет, будет уходить по землю. Отметки ледохода не поваляют. Да жаль, под землю как раз уходить, мы загоним транспорт под землю, а поверху будут гулять пешеходы. Фантазия, фантазия. Вообще, пешеходам, мне, как заядлым пешеходам, всегда очень больно говорить о проблемах наших тротуаров, потому что вот я помню эту историю с реконструкцией моста Советской Армии. Советская Армия, да? Правильно? Или как его там? Советская Армия, это Ольга, бывшая название. Которая, значит, не Советская Армия, а которая вот тот. Пятидесятилетие октября. Пятидесятилетие октября. Слишком длинное название, я все время путаю, я хочу короткое. Ну так вот, все говорили, какой замечательный мост, сейчас мы сделаем, все будет просто отлично. И что теперь? Теперь не пройти спокойно там, а эти велосипедисты уже с наступлением тепла проснулись и ездят так, что вообще не знаешь, куда деваться. Представляете, это велосипед? У меня есть велосипед, но я... Стань, можешь победить. Любого велосипедиста. Не, ну на самом деле, вот получается, для автомобилистов там, правда, сделали лучше, как-то для людей, как говорится. С одной стороны, сделали хорошее ограждение от пешеходов, но разменуться пешеходам там нереально. Хотя есть мнение наших властей, что там все замечательно находится. В общем, не хотелось бы, чтобы с новым проектом была бы такая история, когда нам обещают, что что-то хорошее будет, а в итоге получается плохо. Вот украшение Моргенского моста сейчас, на мой взгляд, служит винтовая лестница с одной стороны, да? Да, безусловно. Красиво сделано, интересное решение, да, архитектурное по дизайну. В новом эскизе, да, есть, она остается? Мы не обсуждаем никакой эскиз, мы его не видели, можно сказать. Но вы бы ее оставили? Я не могу так сказать, и никто не скажет, потому что нужно комплексное решение. Это же архитектурное совершение. Может быть, будет что-то еще лучше, а может быть, исчезнет это. Может, появятся лифты для маломобильных граждан, например. Но спусков у нас на набережной, мне кажется, достаточно. Они от моста недалеко расположены так-то. Друзья, 62-80-30, звоните, пожалуйста, высказывайте свое мнение и участвуйте в голосовании в нашей группе ВКонтакте. Вот мы тут говорили, вспоминали, вернее, о байках, да? Я слышал такую версию о современном мосту Советской Армии или Ольгинском. Правильно говорить, наверное, Ольгин все-таки мост, если его называть именем Ольги. Именно Ольгинский мост. Или Ольгинский. Да, он так называется. Суффикс этот добавил народ все-таки, да? Для простоты. Да, Ольгин. Что главный архитектор этого моста, который построен в Пскове, по этому же проекту, он типовой проект, да, Ольгинского моста, было построено много мостов, больше десятка мостов в других таких же городах, и в одном из городов мост взял и урухнул. Ой, это кошмар моего детства. Да, после этого мосты, построенные по этому проекту, начали укреплять, в том числе в Пскове укрепили, да, поставили дополнительные опоры, быки так называемые, четыре штуки аж в воде. А архитектор плохо кончил, он взял и покончил с собой. Вот, Игорь Иванович, слышали вы такую версию, такую байку, легенду? Ну, я слышал, но ручаться не могу за это. Я вот не слышала, меня это пугает, например. Нет, ну, вообще, это есть такая традиция у моста строителей, их даже под мост ставят во время испытаний, что если мост обрушится, то он погибнет. Да, есть такое. Но это как у капитанов есть, капитан должен же последним уйти, поэтому это профессиональная такая гордость и качество, всё может быть. Ну, проверяют мосты, я тоже слышал, что загоняют всю строительную технику на мост, которая участвовала в стройке, и мост должен выдержать, да, Сергей? А инженер должен под мостом стоять, а строитель сидит в технике. Если мы говорим о мостах, мы должны вспомнить твой любимый мост в острове. Да, самый прекрасный мост. Сергей и Игорь Иванович, вы бывали на новом мосту? Да, что вы, это чудо, конечно. Мне не верилось, что когда-нибудь решится эта проблема. И вот, видите, чудеса бывают. На таком уровне причём, как это сделано красиво. Да, и вот организация очень хорошо себя показала, просто прекрасно. Это чудо, это просто чудо. А есть какие-то нарекания вообще, или всё нравится? Просто я слышал, что местным жителям не понравился цвет моста нового. Нет, ну, этот проект разрабатывался ведь, проект исторического моста, значит, там наверняка исследовались старые материалы, изучались. То есть мосты вообще этот легендарный, он же инженер получил за него орден, император сам лично участвовал в открытии. Ну, что вы, это мост, мостов. Что к этому добавить, Дина? Я тебе и нашим гостям завидую, потому что я не был ещё на отреставрированном мосту. Значит, у тебя ещё всё в серпе. Ну, что ж, следующий мост, я уже заикался о нём, Троицкий, он же советский. Многострадальный. Нас всё пугают, что в один прекрасный день он тоже может не выдержать, и с него постоянно в реку падают автомобили, лихачи на автомобилях. По-моему, две конструкции, два пролёта снесли в прошлом году, насколько я помню. Больше. Больше? Это я только два посчитала. Я два видел, лично. Сергей Иванович, что известно о Тройском мосту? Расскажите. Это третий человек. Игорь Иванович. Я вас уже путаю. У вас уже путают. Этот мост, возможность его реконструкции, мы как раз обсуждали на научно-нательском совете. У нас, как бы специалистов по охране наследия, волнует, что этот мост 50-х годов, он уже заслуживает значения памятника архитектуры, истории. Он хорошо вписался в городскую панораму. На этом месте уже не первый мост. И заменить его не так просто. Нас волнует, что вот этот исторически уже состоявшийся мост во время реконструкции может быть искажён. Нам обещали, что он будет в тех же формах, но в металле. Но металл и бетон – это разные вещи. И насколько можно адекватно сделать, воспроизвести. Мне, например, просто радует эстетически даже вот этот наздреватый старый бетон, когда проходишь по этому мосту. Это так, в общем, трогать душу, это приятно, хочется потрогать его. Понимаете, вот это потерять, я с трудом могу себе это представить. А как вам кажется, мост насколько вписался в современное окружение? Вот Финского парка, реконструированные набережные, ещё же, наверное, на той стороне, там, реконструкция полным ходом. Ещё одна точка фонарей у нас в городе появилась. Вот, как вам? Гармонично? Ну, скорее, новое благоустройство искажает эту картинку. Много урбанистики. Есть хорошие у нас примеры благоустройства. Вот, например, тот же левый берег Псковы, который благоустроен. Особенно характерным критерием достижений архитекторов от благоустройства является что? Когда туда тянутся со всеми мероприятиями, на то место, которое благоустроено хорошим архитектором, туда сразу начинается, он становится центром притяжений. Туда тянется сразу народ, там мероприятия какие-то устраиваются, и там хочется что-то сделать, там хочется быть. Вот. Вот на другом берегу мне смущает, что там, конечно, много фонарей поставили и большую автостраду непропорциональную этому месту. Да, она предназначена для пешеходов, но такое впечатление, что там должен ехать большой транспорт. Но зато туда удобно приезжать, чтобы организовать этот транспорт. Ну, это можно то же самое сделать, но как-то иначе, зрительно. Понимаете, это... Вот это и есть художественный подход. Вот всё то же самое можно сделать, но совершенно иначе. Евгений присоединился, пишет ВКонтакте следующее. Пскову необходимы пешеходные мосты. Один можно между 50-летия октября и железнодорожным поставить. Второй обсуждаемо. И вообще нужен мост от радиозавода к шведской горке. Это позволит замкнуть пешеходные маршруты по набережным. Есть, да, тоже... Было такое предложение, я его слышал, что нужен ещё в Пскове один мост, и автомобильный, и пешеходный. И рассматривалось как раз вот это место, да, от шведской горки на Комсомольскую площадь. Ну, по-моему, это очень далёкая, отдалённая перспектива. Как вам, мне кажется? Она не только отдалённый вперёд, она и отдалённый назад. Это такое решение в своё время рассматривалось. Ещё в послевоенный период. Ну, оно отпадало по разным причинам. Здесь слишком близко Кремль. Небезопасно проводить работу? Нет, в художественном смысле этот мост может всё убить панораму. У нас ведь главный проспект, не Октябрьский проспект. У нас главный проспект – это река Великая и река Пскова. Вот эти драгоценные наши панорамы, если мы повредим, а сейчас крупное строительство на Завелье, там и сам стало вторгаться, если раньше это было запрещено генеральными планами и проектами зоны охраны, то теперь как-то проекты зоны охраны позволяют такие вещи делать на законном основании. Вот это вызывает, конечно, боль и заботу. Сергею я задам следующий вопрос от слушателя. Литорический вопрос. Снос октября, говорит Евгений. И как это позволит подъехать к Крому? Парковку там сделать? Ну, понятно, что, да, сам снос октября, как и его строительство, они решают проблему, как они решают проблему вот эти точечные какие-то заплаточные такие истории, потому что мы вот уже говорили, да, например, про площадь, которая давно уже утратила и свой функционал, и визуальный, как бы во благо неким современным нуждам, например, да, там, автомобильному какому-то потоку. Но ведь нельзя так же сказать, что у нас в центре города все хорошо с логистикой, да, автомобильной. То есть все равно есть там заторы, нет парковок нормальных и прочее. То есть в итоге мы не получили ни одного, ни другого, да, одно испортили, нового хорошего не сделали. И, соответственно, возникает как бы вопрос, то есть, ну, в какую сторону двигаться, да, то есть в ущерб чего делать лучше там другому, да. Всему миру ведь уже давно там известно и понятно, что расширять дороги, ну, невозможно. Это бесконечная совершенно история, там, да, дороги, парковочные места. Автомобили всегда становятся больше и больше и больше, и любое расширение дороги – это, ну, год-два и все. И опять мы превращаемся там в то, с чего начали. И все развитые европейские страны давно уже идут по принципу обратному, да, то есть убирают дороги куда-то там на периферию, да, делают там дорогой доступ автомобилей в центр, делают пешеходный, потому что, ну, тогда можно решить хотя бы одну задачу. Да, одна проблематика остается, но другая хотя бы решается. У нас сейчас не так, не так. Вот меня лично смущает вот это больше, чем любое другое какое-то решение. И это один момент. А второй, что мы говорили уже про некие стилизации, да, я возмущаюсь, что ли, скажем так, да, профессионально и просто по-человечески, тому, что мы пытаемся, с одной стороны, у нас есть то, что сохранять, да, но мы как-то забываем о том, что мы сегодня должны делать то, что наши потомки тоже захотят сохранить. Вот Игорь Иванович сказал, например, да, о том, что вот там завилище, например, где-то расстраиваться и прочее. Я, например, идейно не против того, чтобы расстраивалась, но пусть строится то, что там через 100, 200, 300 лет, как бы, да, будет ценно. Так же, как, например, когда там в 18 веке построилось что-то новодельное по отношению, такое модерновое, да, там, по отношению к историческому центру. Тогда это тоже был новодел, но сейчас мы это хотим сохранить, и нам этого жалко, да, вряд ли мы там через 300 лет кто-то захочет сохранять вот то, что строится сейчас. Вот это меня смущает. А то, что новое строится должно, и мы не должны жить в парадигме боязни построить сейчас что-то более яркое и лучшее, чем существует. Мне кажется, это тоже такая странная история. То есть мы как бы вроде бы сами себя такие пытаемся загнать в какие-то рамки. Вот у нас уже есть что-то прекрасное, и надо сделать что-то такое, чтобы не поспорило с этим. Мне кажется, что нужно просто делать так, чтобы они гармонично сочетали друг к другу, какой-то современный ансамбль интересный создавали, интересные какие-то сочетания. Но не идти по пути какой-то такой стилизации, которая должна быть обязательно поскромнее. То есть из этого какие-то интересные объекты не получаются никогда. И сохранять будет точно нечего потом. Непродуктивно. Да, мы сейчас уйдем на короткую рекламу и вернемся, не переключайтесь, обсудим еще темы. Сегодня мы говорим о современной и самобытной архитектуре города Пскова. Пришло время для нашей традиционной рубрики «Йокла Мэнэйка». Это наша викторина для гостей эфира. Ну, у нас сегодня специалисты-архитекторы-дизайнеры в студии, реставраторы, поэтому... Я подготовился. Я подготовился тоже. Вопросы, на мой взгляд, несложные, но они, если и будут, может быть, ответы неправильные, то вопросы расширяют все равно кругозор. Как радиослушатели, так и гостей, так и нас, ведущих. Это точно. Давайте, вот первый вопрос такой. Какой русский царь приказал перенести по реке целиком Кремль по размерам, сравнимые с московским? Может быть, без подсказок вы знаете ответ на этот вопрос, гость. Ну, Иван Грозный, наверное. Так, есть вариант один. Что, Сергей, скажешь ты? Могу только предположить, что, наверное, так. Игорь Иванович, может, подробности знаете даже? Ну, я знаю, поскольку там есть Псковский объект, наверное, это о Свияжске идет речь. Совершенно верно, Свияжск. Там же теперь в мировом списке мирового значения наш Псковский храм в центре этого Свияжска. Единственный объект, который взяли под охрану мирового сообщества. Я поясню для наших радиослушателей, что для подготовки к завоеванию Казанского ханства Иван Грозный провел уникальную операцию, перенеся деревянный Кремль. То есть крепость разобрали в городе Мышкине и сплавили по Волге, да, и выловили около устья реки Свияги, где заняли позиции русские войска. И за 24 дня 75 тысяч человек собрали из бревен крепость, сравнимую по размеру с московским Кремлемом. Также, кстати, можно поступить с октябрем, выловить где-то потом, поставить там, кому нужен, пожалуйста. Возвращаемся к лучшим моментам истории. Так, идем дальше. Где впервые научились строить сейсмобезопасные здания, то есть здания, которые защищены от землетрясений? Варианты ответов. Это Древняя Япония, Древняя Греция или Древний Рим? Ну, мне кажется, Япония все-таки. Потому что у них еще храмы целые, деревянные, которые построены, бог знает когда, вот, и они сейсмически устойчивы. Может, еще форма пагоды как-то придает эту безопасность. Римляне строили, конечно, капитально, но они за счет массы своих сооружений пытались решить эти проблемы. Ну, и современные, кстати, технологии по сейсмике, они, многие идут именно оттуда, из Японии. Но на самом деле сейсмические активные зоны, они тоже в Средиземноморье-то есть. И на самом деле... Везувий. Да, правильный-то ответ не назван. Правильный ответ – Древняя Греция, потому что храм богини Артемиды в Эфесе построен на фундаменте, под который укладывали древесный уголь и шерсть для того, чтобы здание амортизировало во время землетрясения. Ну, вы нас опозорили. Вот так. Так, простой вопрос. Какого вида окна не существует? Слепого, глухого или немого? На этот вопрос-то вы ответите. Немого. Глухое окно точно есть. И глухое тоже. И слепое тоже есть, да, между прочим. Идем дальше. Как называется вспомогательная пристройка к жилому или нежилому дому, а также отдельно стоящая второстепенная постройка? Билет, наверное, или что там? Ну, вот есть варианты билетаж, павильон или флигель. Флигель, конечно. Правильный ответ. Умные гости у нас. Следующий вопрос. Возможно, он с подвохом. А может, и нет. Какой высоты самый маленький небоскреб? Может быть, вы готовы ответить на этот вопрос? Хотя вряд ли. Есть варианты. 140 метров, 65 метров и 12 метров. Какое здание призвано, приняли называть самым маленьким небоскребом? Ну, я думаю, что 65 может быть. Хотя не специалист по этой теме, потому что 140 – это уже приличный небоскреб. Я думаю, что такие небоскребы – это уже современные. А вот 65, может быть, первый небоскреб и был такой высоты. Ну, может быть, раз вопрос с подвохом, то в каком-нибудь карликовом государстве 12-метровый. Да, вот Сергей в нужное, так сказать, русло пошел. Действительно, в 1912 году нелепость произошла во время проектирования небоскреба в американском городке Учита-Фоллс. Вот там инженер Мак Механ решился на строительство грандиозного здания высотой больше 146 метров. Вот только в контракте для инвесторов цифры перепутали, указав высоту в дюймах, понимаете? В результате небоскреб получился высотой 12 метров и получился звание самого низкого небоскреба в мире. Ну, тем самым вошел в историю. Это как с нашим мостом сейчас можно. Да, вот мы сегодня за эфир обсуждали масштабные и не очень темы, говорили о разных проектах. Мы в этой студии неоднократно вообще за все время наших разговоров о том, как должен выглядеть город, говорили о его дизайн-коде. Но, кажется, мы не говорили о такой насущной проблеме, с которой сталкиваются некоторые люди, выходя каждое утро из дома. Это гаражи. Гаражи, остатки каких-то спортплощадок, которые, к счастью, в основном демонтированы, но есть отдельные места. Но вот, тем не менее, вот эти вот странные конструкции, где выбивают ковры. Вот эти вот какие-то полуразваленные здания даже в центре города, абсолютно бытового назначения. Как ковра нет? Нет, я все выкинула. Так вот, что с этим всем наследием делать? Куда бежать? Где ругаться? Как сделать всем красиво? Ведь это же даже уже не работает. Кому нужно для убивания ковров? Я, кстати, буквально вчера иду мимо новостройки и смотрю, вот эта самая конструкция, в виде арки, да, из труб сваренная для выбивания ковров и дорожек. Ее рядом с новым домом установили. В единственном числе, значит, это надо жителям. А ты против. Ну, кто-то же подобрал твои ковры. Их нужно выбивать. Ну, все-таки это же некрасиво. Обычно это такое что-то ржавое, кривое. Это некрасиво, если это плохо сделано. Да, согласен. И кому жаловаться? Как сделать красиво? Я могу сказать, что если исторические центры, то только комплексная реконструкция по квартальной, которая у нас была прописана в концепции, позволяет разрешить благополучно все эти вопросы. И с гаражами тоже? И с гаражами тоже. Ну, с гаражами, видите, транспорт такая вещь, а сейчас развитие идет таким образом, что от гаражей многие скоро, наверное, вообще откажутся. Это происходит, потому что машины под окнами стоят. Как будет завтра, мы не знаем. Тут вот есть еще... Ну, эту проблему мы обсудим в следующий раз. Наша программа завершается. Мы благодарим архитекторов, которые пришли к нам в студию, Игорь Лагунин и Сергей Станкевич. Всех благодарим за внимание. Будем надеяться, что реставрация Ольгинского моста пройдет беднее. А Сергей Иванович? Пройдет нормально. А Сергей Сергеевич? У нас еще было два человека вместе с нами. Всем пока.